Компания Wargaming уходит из Белоруссии и России. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в этих странах под местное управление Lesta Studio, которое занималось разработкой игр World of Warships. Офис белорусского производителя игр в Минске будет закрыт в течение полугода. За это время сотрудникам нужно определиться и выбрать один из трех вариантов развития событий. Увольняться, продолжить работу в Wargaming, но уехать за пределы России и Белоруссии, или работать в Lesta Studio, офисы которой находятся в Москве и Петербурге. Хотя, судя по тому, что эта российская компания решила остаться, ее руководство и сотрудники находятся, скажем, на своей идеологической платформе, что может вызвать определенный дискомфорт у белорусских представителей Wargaming, которые пока не попали под влияние российской пропаганды. Напомним, Wargaming один из крупнейших мировых издателей и разработчиков компьютерных игр. По данным Dev.by, на 2020 год в компании работали 2400 сотрудников. Разговоры о том, что Wargaming может уйти из родной Беларуси, появились сразу после последних президентских выборов, когда многие его сотрудники попали под государственные репрессии. До недавнего времени компания продолжала работать внутри страны, при этом релацируя людей по их желанию. Напомним, буквально за сутки до этой новости Лукашенко поручил чиновникам разобраться с критичностью оттока представителей IT-сферы и вариантами их возврата под государственное крыло парка высоких технологий. Правда, представители Wargaming говорят, что это заявление нелегитимного никак не связано с решением уйти, которое принималось скорее из-за военной агрессии в Украине, чем поиском более выгодных налоговых условий. Белорусские профсоюзы решили воспользоваться трагедией в Украине и за счет этого пополнить государственную кубышку. Так, телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» стало известно, что в ряде городов нашей страны людям в добровольно-принудительном порядке рекомендуют принимать участие в акциях по сбору денег и гуманитарной помощи. В некоторых городах такие поборы уже обретают постоянный характер, а минимальная сумма помощи может достигать 20 рублей. В регионах же, где стоит российская техника, люди сдавать деньги отказываются из-за уверенности, что собранные средства пойдут не на помощь беженцам, а оккупантам. Причем собирают помощь не только государственные профсоюзы, но и печально известный Красный Крест, который после так называемых президентских выборов в 2020 году закрыл глаза на пытки и нечеловеческие условия в тюрьмах Беларуси. Кроме того, в 2021-м Красный Крест собирал деньги на мигрантов, десятки тысяч которых впоследствии были организованы завезены в Беларусь режимом для создания искусственного миграционного кризиса на границе СССР. После таких заслуг доверия у населения страны к нему больше не существует. А в условиях, когда режим Лукашенко с территории нашей страны пускает ракеты в сторону Украины, идея сбора помощи украинским беженцам звучит абсурдно. В свою очередь мы напоминаем, что поддержать украинский народ можно через независимые организации и фонды, ссылки на которые вы можете найти в описании под каждым нашим выпуском. После заявления нелегитимного об угрозе неких наемников, которые якобы со стороны Украины планируют нанести удар по территории Беларуси и позициям российских войск, некоторые участки нашей границы взяли под особый контроль десантники, артиллеристы, мотострелки и расчеты беспилотных авиационных комплексов. Под усиленной охраной сейчас находятся мосты, переправы и железнодорожные пути. Задачи выполняются во взаимодействии с территориальными органами МВД и подразделениями органов пограничной службы, защищают от фантомного врага Лукашенко и в белорусских лесах. К примеру, в Ельском районе их посещение местным жителям полностью запретили. Вначале в администрации лесхоза заявили, что введение такого запрета связано с риском пожара, но люди не поверили, потому что в лесу еще лежит снег. После этого в организации все же признали, что в лесу находятся российские военные. Там же несут дежурство и белорусские военные, которые разместили в лесу свои базы и роют окопы. Только от кого и стоило бы защищать территорию Беларуси, так это от российских оккупантов, которые мародерят в Украине и все награбленное потом пытаются отправить своим родственникам в Россию через территорию нашей страны. Так на днях большая группа солдат РФ воспользовалась услугами российской курьерской службы в Мозоре и отправила к себе на родину по меньшей мере две тонны вещей, среди которых значительная часть краденая. Кадры происходящего попали в камеры видеонаблюдения, благодаря чему телеграм-канал белорусский Гаюн, который публикует данные о перемещении российских войск по территории Беларуси, начал их опознание, чтобы в дальнейшем они могли понести ответственность за воровство и убийство невинных людей. Благодаря этим данным стало известно, что основная масса из них проживает в городе Рубцовской Алтайского края. Среди варваров оказались и жители Москвы, Омска, Новосибирска и ряда других российских городов. Руководство Пинского Копрома обвиняют в отмывании денег на продажи мяса. В пресс-службе так называемого департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси сообщили, что руководители и главный бухгалтер регионального производителя продовольственных товаров стали фигурантами уголовного дела. Если верить следователям, то Пинский Копром закупали у сельхозпредприятий крупный рогатый скот, разделывали его и отгружали говядину на кости двум белорусским коммерческим структурам по цене около 6,5 рублей за килограмм. Частники занимались обвалкой и упаковкой полученного мяса, а после отгружали его обратно на Пинский Копром, но уже по цене около 9,5 рублей за килограмм. Дальше полуфабрикаты шли на экспорт в Россию, причем с надбавкой не более 5 копеек, то есть килограмм говядины за 9 рублей 55 копеек. При этом соседние мясокомбинаты предлагали аналогичную продукцию на экспорт по цене 12-13 рублей. По версии госконтроля, в 2020-2021 годах, таким образом, при заниженной стоимости, было реализовано продукции на общую сумму более 9 миллионов рублей, вследствие чего убытки пинского предприятия превысили 230 тысяч рублей. Интересно, что руководство Пинского Копрома при этом получало государственные премии за выполнение показателей по экспорту и рентабельности производства. Хотя как эту схему можно было не замечать два года, если она действительно была настолько убыточной, остается под огромным вопросом. Латвия вводит ограничения на получение шенгенских виз для белорусов. С 5 апреля консульство больше не принимает документы на визу типа С, которую часто называют туристической. При этом выдачи латвийских национальных виз не прекращаются. Подаваться на их получение могут члены семьи подданных, граждан ЕС, моряки, международные грузоперевозчики и пассажироперевозчики, а также белорусы, которым необходимо попасть на лечение или похороны близкого родственника. К слову, виза категории D, про которую идет речь, считается рабочей и позволяет получать вид на жительство или поступать на учебу в странах Евросоюза. Но теперь получить ее без родственников за границей практически невозможно. Напомним, что все эти нововведения являются реакцией на военную агрессию России в Украине и пассивное соучастие в ней Беларуси. Например, визовый центр Испании в Минске также временно приостановил работу. А в посольстве Литвы, в котором остался один дипломат, образовалась очередь из 10 тысяч белорусских специалистов, которые ждут визу для релокации в эту страну вместе со своими компаниями. По некоторой информации, возможность ограничения выдачи призных документов для выходцев из нашей страны рассматривают также Польша и Литва. К слову, все три страны на днях приняли твердое решение закрыть свои границы для грузоперевозок из России и Беларуси. А значит, и пассажиропоток может быть ограничен в любое время.